Меня передернуло, я понимаю, что он достоит свою хуй и начинает им дергать передо мной. Всем привет, я с вами важная персона Александра Озгард, и теперь вы снова будете наблюдать за моим ебальником очень близко. Сорянно, у меня нет еще одной пары рук, чтобы камеру от себя поставить на 2 метра и настроить как-то фокус. А на автомате я не буду ставить фокус, потому что вы очень сильно любите возмущаться насчет того, что у меня прыгает фокус. И сегодня я вам буду рассказывать два случая, где, грубо говоря, меня что-то хотели изнасиловать, но не изнасиловали. Ну, то есть, типа, не то, что изнасиловать хотели, это неправильно, это вообще неправильно, вообще-вообще-вообще неправильно сказано. Это имелось в виду, типа, два случая, где мне попались два супер жестких извращенца. Один был цыганом, другим был бомжом. Ну, в принципе, даже уже рассказывать можно не рассказывать историю. Вы уже и так поняли, что могло произойти, раз это цыганый бомж. Но я все равно расскажу. Вы, надеюсь, соскучились по моим историям? Потому что я нет. Но так как я вспомнила еще истории своей жизни, тем более две трэшовые, почему бы не рассказать? В общем, первая история случилась лет мне было 10. То есть, по сути, в этом возрасте у меня по голове как-то ударить этот случай должен был. То есть, у меня что-то с психикой должно было пойти не так. Но у чувака, походу, не очень получилось, потому что с психикой у меня уже давно не так. Я, конечно, не очень горжусь этим, но первый раз порнушку я увидела в 4 года. Бля, лишь бы моя мать не смотрела этот ролик. Привет! Потому что бывает такое, что она смотрит ролики, либо смотрят ее друзья, и они, короче, ей докладывают. Вообще, вся семья, вся семья моя и не только моя, очень сильно любят смотреть мои ролики. Первая история, как я уже сказала, в 10 лет было. Я поехала с отцом в машине и сидела на переднем сидении. Он поехал в магазин с запчастями для машины и оставил меня в машине. Был такой прикол, что я себе сижу, сижу, в общем, сижу. Нормально, все окей. И тут я вижу, как бы, направляется прямо к машине, направляется чувак, цыган какой-то. Я вообще не поняла, типа, что, бля, произошло. Я думала, он хотел поссать. Но я так и не поняла, он хотел поссать или он хотел мне письку показать. Потому что, реально, он шел в направлении прямо к машине. Я сидела, смотрела, а потом меня передернуло. Я понимаю, что он достает свою хуй и начинает им дергать передо мной. Я такая, типа, в смысле, что, блядь? Он где-то метра два-три еще прошел с хуем в руках. И вот так вот тряс его передо мной. Типа, знаете, как в порнушках. Мне подружки рассказывали, чуваки такие. У них стояка нет, и они дергают свой хуй, чтобы стояк появился. И этот чувак точно так же делал. Я такая делаю вид, что я якобы не вижу, якобы мне стыдно, я стесняюсь, этого не вижу. Чувак, я сделаю вид, что ничего не произошло. Пожалуйста, уйди поскорее. Я родителям этого не рассказывала, естественно. Я вообще многим ничего не рассказывала. У меня, кстати, очень много есть подобных трешовых еще историй, связанные там с порнушкой. Да, могу рассказать. Я надеюсь, я вас заинтересовала, поэтому если вы наберете здесь 10 тысяч лайков, тогда я обязательно сниму этот ролик. И не нужно мне говорить, типа, мол, ой, Саша, 10 тысяч лайков есть, где ролик? Если он будет у меня сразу готов отснят, то, естественно, типа, я его опубликую сразу. Но не факт, не факт. У меня сейчас другие идеи для роликов, я поэтому ими сейчас занимаюсь. Так вот, слишком много воды. Следующая история была с бомжом уже, а может быть с бомжом цыганом. Мне кажется, что с бомжом цыганом. Просто комбо, понимаете? Мы с подружаниями, нам лет было 12, это стопудово нам было 12 лет. Может быть 13, но я думаю, что все-таки 12. Я еще была с такой челочкой ровной. На мне брови полностью закрывала. В общем, у нас есть такой парк, как Боздырский парк. И мы шли к нему по набережной. И по пути мы фотографировались, там, деревья какие-то были похожие на японские сакуры. Ну, просто такие же завивались, но это не сакуры вообще были. Мы видим, как идет к нам навстречу какой-то чувак. Если я не ошибаюсь, он шел от Боздырского парка на нас. И каждый раз, когда ходили люди, шли по набережной, он прятался в кусты. А потом обратно появлялся. И в общем, в чем прикол? Практически идентичная ситуация. Мы направляемся к Боздырскому парку, а он где-то в 10 метрах от нас, плюс-минус, возможно, меньше намного. Достал свой куй и начинает его так трясти, типа, давай, малыш, стоять! И мы с подружами, конечно же, лахаем, такие, ахах, хихих, ахах, давай убежим друг нас, ахах, нет, ну давайте поражем, ахахах. В итоге, как-то он, походу, спрятался, то ли пропал, то ли что-то еще произошло. Я точно не помню, как это было. Мы перешли к Боздырскому парку мост. Там был мост подвесной. Мы там потусили, там прошлись по бесконечной дорожке, потому что хуй знает, куда она вела. И мы вернулись. Короче, я там еще где-то что-то хотела поссать или что-то такое, но я не смогла это сделать. Потому что мы встали на набережную, параллельную той набережной, на которой мы встретили этого чувака, и видим его из-за кустов, как он стоит и трочит. Вроде как психка после такого должна была сломаться, что я там, не знаю, я должна была быть скованной, боялась бы тракаться. Нет, такого почему-то вообще не произошло. Ну, типа, хуй, да и хуй, ну подрочил чувак, ну, блядь, бедный, жена ему, наверное, не дает. Сочувствую. И вот такие вот две маленькие истории про то, как чуваки дрочили на меня. Да, я охуенная, все на меня дрочат на самом деле. Блядь, достижение пиздец, может мне вообще порноактрисой стать? Я, кстати, в детстве мечтала стать порноактрисой. Блядь, зачем я это вообще рассказываю? Если вам интересны две истории насчет порнушки, где меня палили, я уже проспойлерила, но я думаю, так еще больше вас заинтересует, что меня спалили. Десять тысяч лайков и будет вам рассказ о том, как меня спалили. Договорились? Договорились, ты знаешь, что делать. Нажми колокольчик, наконец-то нажми, не просто подпишись, нажми колокольчик. Но можешь отписаться, еще раз подписаться, потому что реально мои видосы тупо не попадают в ленту, как я поняла уже это. Ну и, конечно же, не забываем про мой охуенный инстаграм, потому что мой основной, походу, не хотят разблокивать, разблокивать, возвращать мне его. И, походу, я буду сидеть на этом аккаунте. С вами была важная персона Александра Оскар. Всем котиков, котиков и до следующего ролика. Субтитры сделал DimaTorzok